Окей. Нужно найти оружие. И где я тебе сейчас? Лису здесь найду? Окей, жопа. Нам нужно оружие. У меня много чего есть. Нам нужно много оружия. Для чего? Странный вопрос от зайцев отбиваться. Нам нужны автоматы, пулеметы, ракеты, гранаты. Давайте попробую. Давай все, что есть. Давайте без давайте. Черт возьми. Элиса, где взять оружие? С помощью магии. Че ты броешь, розетка? Какая магия? Отлично. Элиса, просканируй остров на предмет нахождения на нем магазина с оружием. Хорошо, сделаю. А мы пока за луком. Мне нужно оружие. Так, в чем проблема? Вперед. Нужно найти оружие. Ничем помочь не могу. Воу-воу-воу, тихо, детка. Я справлюсь. Я не сомневаюсь. Чего? Уже ничего. И? Ага, я понял. Замечательно. Элиса, иди в жопу. Это вот обидно было. Один известный путешественник сказал. Исключительно не мы. А то, что мы делаем. Я отправилась на поиски себя. И приключений. Но приключения сами нашли меня. Самые тяжелые минуты. Когда жизнь проносятся перед глазами, мы находим то, что нас поддерживает. То, что придает нам сил. На хрена тебе такую грудь нарисовали? Как у Синской доярки. Воу, это уже мы, да? Эй-эй-эй. Давай, русалка, всплывай. Давай, гриби ручками. Чего-то я не так делаю? Гриби ножками к берегу. А. Я понял. Хрен, на там этот, как его, якорь, блядь. Эй, ребята. Мы здесь. Сама заткнись. Они что, слепые? Эй, ребята. Я здесь. Что такое? О! Хер и хип, о чем заехали? Это нормально? Какая сволочь, малышку обидела. Привет, Firecry. Гворичка. Что это за канава? Скелеты. Эй, продакшн, что? Хрен, на подсказку. А, это алтарь какой-то. Крисел Дайнэмикс. Представлять надо было бы еще добавить основано на реальных событиях. Глядь. Жопа, ты меня напугала. Разве так можно? Какого фига мы висим вверх ногами? Что тут вообще происходит? С тобой все нормально? Нет? Ты скажешь, что надо сделать, я сделаю. А, раскачать тебя. Давай раскачаем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Заткнись, дура. Сейчас. Какой-нибудь маньяк прибежит, поможет. Можешь, вниз. Как скажешь. Че теперь? Ага, я тебя понял. Я понял, что ты хочешь сделать. Знаешь, Лара, это не совсем по-христиански, но я одобряю в данном случае твой план. Он хоро... Вау! Бак! Это... Это был хреновый план. Нет! Черт. Смотри, там еще кто-то шевелится. Блядь, он живой. Ну нахрен. Ага. Так, ну что, малыш, давай на... Раз, два, три. Окей. Давай. Хорошо. Раз и три. Давай-давай-давай, вытягивай эту хрень. Народную. Господи. Так, теперь что? Теперь надо найти, как нам ранку перевязать, да? Ну ты можешь снять маечку. Кроме нас все равно никого нету. Нам нужно найти какую-то тряпочку. Что это за хрень? Похоже, мы в воду. Но в каком-то неправильно. И знаешь, что надо сделать? Что с тобой случилось? Вообще насрать. Надо отсюда свалить по-шустрому. Факел. Прости, малыш. Что? Какой фак... А, факел нам нужен, да? Тихо. Тихо-тихо-тихо. Смотри-ка. Там тут еще есть? Короче, хватай шапочку и прикидывайся местной. Этот головной убор называют квадратной. Траншейной или угловатой шапочкой. Жопа, ты меня напугала. Как раз о вас вспоминала. Элис, мы находимся... Хер его знает где. Похоже, в аду. И нам нужно отсюда как-то выбраться. Ха, я там живу. Черт. Ха, а он-то тут при чем? Элис, проложи ближайший маршрут наружу. Сейчас не вспомню. Элис, определи наше местоположение. К сожалению, недостаточно данных. Могу ответить о погоде. Прости, малыш. Если, конечно, спросите. Так, хватай факел. Что? Бери факел в руки жопа. Это вот обидно было. Распяли нахрен. Распятие – исторический вид смертной казни. Как этот сраный факел выглядит? Проверьте, пожалуйста. Сука, чертова. Скрин экрана телефона. Вот он. Твою-то мать, а ты сразу не могла сказать? А что я должна была сказать? Ой, прости, малыш. Че улыбитесь? Мы уходим отсюда. Далеко не убежите. Ага, прикольно они сделали. Бля, я тебе хочу эту шапочку. Конечно. Сверху нее можно панамку даже носить. Я согласна. Ха. О, нет. О, нет. В другом не слышал. Не думаю, что он хочет этого. Черт возьми. Все может быть. Так, и что теперь делать будем? Смириться и жить дальше. Давай, Саид, поджигай. Я бы начала с того, что спокойно взвесила все плюсы и минусы, а потом бы еще немного подумала. А хрена ли тут думать? Воу, ни хрена себе. Че происходит? Че-то все падает. Я понял. Я понял тебя. Бежим отсюда. Стоп, 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 стоп. Не так быстро, кажется. Крепенько, да? Че может произойти? Да ничего. Согласна. Всякое может быть. Блядь, твою мать. Говню. Э, иди нахрен. Нам еще 18 и нету, блядь. Только завтра будет. Сам себе помоги, жирный ублюдок. Давай, малыш. Иди сюда. Улитки какие-то. Вперед, смотри. Вперед, я сказал, смотри. Да, подненький ты, блядь, смотри. Наглядывайся. Ну вот опять. В чем дело? Так, где это мы? Прилив. Надо забираться отсюда. Прилив сил, да? Вау, винтовой самолет. Вряд ли мы на нем куда-то полетим уже. Удачного полета. Что-то не то, да? Это время второго мирового. Маленький, да удаленький. Спасибо за информацию. Стараюсь все подмечать. Огонь. Слава богу. Хорошо. Пойдем что-нибудь сожжем. С чего начнем? Вот эту хрень можно жить, я знаю. А это еще что такое? Пофигу. Сжигаем все, что плохо может гореть. Похоже на плод. И мы на этом плоту сейчас... Как его спустить вниз? Элис, ты все сделала, что я тебе просил? Ха, как можно забыть? И как у нас дела со знаками припинания? Я выучила уже. Окей, жопа. А теперь открыли большой академический словарь. Для начала надо его выучить. Да, Элис, бесь. Он легко учится. Все это поднимается приливом. И настроение тоже. Надо уходить отсюда. Да. Алиса, покой и гощей. Я никуда не тороплюсь. Вау, спасательная капсула. Она нам сейчас не нужна. Если только Элис с нее посадит. Звучит заманчиво. Давайте. Я согласна. Пошел нахер. Давай, давай, долби его. Говнюк сраный. Ха, лошара придавила, да? Блин, людина. Давай, бегом, пока нас не прижало. Опачки. Эй, нам наверх, да? Или вы... Нам наверх. Стоп, 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 стоп. Давай, давай, давай. Давай, малыш, дрыгай ножками. Бегом, 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 бегом. В чем дело? Влево. Фух, ни хрена прикольно они сделали. Давай, давай, давай. Ползи, 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 ползи. Но. Эй, 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 эй. Наверх. Давай, давай. Я знаю, ты сможешь. Давайте я попробую помочь. Гриби ручками. Хрена себе. Хрена себе. Фух, это у меня реакция. Точно. Давай, ползи на свет. Выпираемся из этой адской пещеры. Я не успел. Придави. Фух, слава тебе, господи, мы выбрались. Я так рада за вас. Фух, фига ты модная. Это вы, простите, мне? Охренеть, у тебя грудь. У вас все вообще в порядке? А то я волнуюсь. Лучше бы твою модельку получше сделали. Просто ракурс такой. А ты там что под руку мне поддакиваешь? Молчу, молчу. Ха. Таунбрайдер, да? Что там? Море? Море, море. Я даже не знаю, с чего начать. Море. А на море белый песок дует теплый ветер в лицо. Элис? Ха, я дальше слов не знаю. Элис, наши точные координаты. Извините, я не могу понять, что это за место. Укажите другую точку начала маршрута. Вообще-то мы на небитаемом почти острове. Остров Яматай. Яматай – японское раннегосударственное образование периода Иой, которое упоминается в китайско-исторической хронике Сань Го Чжи. Ладно, пошли. Шлюпка. Чё? Ну где же... Шлюпка. Ушли в глубострово? Бросили нас, говнюки, и убежали. Чё там дело? Ладно. Спокойно. Я спокоен, как это бушущее море. Только давай не выделывайся, хорошо? Блядь. Я же просил. Так, всем не дышать. Давайте сделаем вид, что вы этого не говорили, а я этого не слышала. И всё будет по-прежнему. Ух. Теперь можно дышать. Чем, например? Элис, ты сказала, что живёшь на этом острове, да? Не живу, а выживаю. Давай-ка себя смоем всю эту грязь вековую. О, смотри, там тоже водичка. Можем поплавать. А я вообще плавать не умею. Представь, а я сижу в кресле дома. А на улице 30 градусов жары. И как назло, кондёр не работает. А у нас наоборот. Холодно. Очень неизвестно, кто бы на чём месте хотел бы оказаться. Завидуйте молча. Это, наверное, потерянная летающая тарелка. Хотела бы я в это верить. Ого. Это Боинг. Мы нашли пропавший Боинг. Где? Скиньте мне. Это американский какой-то бомбардировщик времён Второй мировой, да? Один из видов вооружённых сил Соединённых Штатов Америки. Самый молодой вид вооружённых сил из пяти существующих. Сообщи спасательную службу, что мы нашли пропавший самолёт командира времён Второй мировой войны. Хорошо. Обязательно. Американский бомбардировщик. Осталось найти его экипаж. Стратегический бомбардировщик, боевой самолёт, способный нести авиационное оружие, в том числе ядерное, предназначенное для нанесения бомбовых или ракетных ударов по стратегически значимым объектам, расположенным на территории враждебного государства, как правило, вне главных театров военных действий с целью подрыва его военного и промышленного потенциала. Этот говно-то тащил за собой всю свою команду. Спасибо, сранная подсказка, а то бы я не догадался. Давайте сделаем вид, что вы этого не говорили, а я этого не слышала. И всё будет по-прежнему. Это пассажирское кресло. А где кресло пилота? Наверное, катапультировался. Бензин им заливали исключительно в один конец. Давай, давай. Тогда было такое время. Это сейчас самолёты могут на реактивной скорости обогнуть земный шарик. Лара, 33 несчастья. Хрена себе! Вот это нам повезло. Ха, да при чём тут везение? Вот это нам повезло. Ладно, пойдём отсюда. Воу. А это что? Какой-то ракетный модуль? Прикольный остров. Летающие тарелки, самолёты, ракеты. Так. Камера нам ещё раз показывает шлюпку. Подъём по стенам. Тройной прыжок. Ага, ясно. Рюкзак, Сэмми! Да ладно. Сэмми! Тихо-тихо-тихо. А что они прошли здесь? Может быть, их ввели под арестом? Значит, они ещё живы. Камера. Почему Сэмми бросила свой рюкзак? Сигарь. Что? Ты куришь? Рация. Не надо этого делать. Сейчас какой-нибудь говнюк точно услышит. Рацию можем просто включать и слушать. Я плохого не посоветую. Ой, сомневаюсь. Я счёт не так опять. Прости, малыш. Так. Наверное, так было задумано. Надеюсь, нас тут не сожжёт. Ого, буря начинается. Чё-то с жопой притихло. Окей, Элис, тебя-то меня сажали. Ты ещё живая? Живее всех живых. Элис, режим автопилота. Включила уже. Во, костёр. Никого нет. Отлично, сейчас будем костёр делать. Правильно, попей водички. Второй день в завязке. В смысле, алкашка? Кто бы говорил. Так, всем тихо. Всем, кроме меня. Заткни пасть. Положи её просто рядом с собой. Да, блин, я на тебе, я ей. И жди сигнала. Ну, в смысле, тебе, ей. Я запутался в вас. Да ладно? Сейчас кто-нибудь ответит. Да, это мы. Кто это мы? Это мы. А ты где? А я здесь. Жди нас там и никуда не уходи. Мы сейчас придём и тебя спасём. Наверное, так, да? Упачки. А это спички. И там всего одна спичка. Пока этого хватит. Я думал, её сейчас ветром задует, а нет. Всё-таки у нас будет костёр. У меня теперь тоже. Если у нас будет костёр, то можно отдохнуть. Попить чайку. Кто же его не любит? Я люблю Эрр Грейт. С молоком. Мятный, пожалуйста. Нет, я люблю холодный чай с лимоном. Поделитесь с ближним. Ну, ты пока сидя, я пойду за графинчиком. Элис, автопилот. Ладушки, уже включаю. Знакомьтесь, перед вами будущее светило мировой археологии Лара Крофт. Приятно познакомиться. Меня зовут Алиса. Сейчас она занимается поисками страны Яматай, которой правила Пимика, императрица Солнца. Она же моя прабабушка. Я тоже хочу такую бабушку. Это не смешно. Знаю, дорогая. Просто хочу немного разрядить обстановку. Все уже на пределе. Что тебя так напрягает? Я близка к разгадке. Это точно. Точно. Но не знаю, там для меня слушать. Да и надо ли меня слушать. Лара. Алиса. Ты прекрасно знаешь, никто не разбирается в этом лучше тебя. Я сейчас абсолютно серьёзно. Я верю тебе. Рот верит. Разве этого мало? Всё, хватит. Перерыв. Я хочу выпить. Окей. Окей. Отличная идея. И, Сэмми, кстати, было бы неплохо. Она не всегда такая зануда. Какая есть. Давай, давай, давай! Я не серьёзно отношусь к экспедиции. Не говори так, Лара. Нас финансирует не только семья Сэмми. Я рискнул всем состоянием. Ну, мы все чем-то рискнули. Нас не будут финансировать вечно, Уитмэн. И поэтому мы должны идти на восток, а не на запад. У нас нет данных. Нет данных, что Яматай так далеко на востоке. В книгах об этом ни слова. Но авторы этих книг не нашли Яматай. Я уже обсуждала это с Ротом. Нет никакого смысла идти по чужим стопам, доктор Уитмэн. Я не готов поставить на карточку свою репутацию. Напомню, я здесь ведущий археолог. Давно были в экспедиции без софитов и камер? У меня 30 лет опыта и две научные степени. А ваше дело? Я хочу на это посмотреть. Корабль, доктор Уитмэн, корабль. И это и без степени. Слушайте, строго на востоке лежит треугольник дракона. Именно туда нам и надо. Лара, птенчик мой. Я пойду за тобой хоть к черту, но там плохая энергетика. И страшные бури. Рядом с ним Бермудский треугольник. Просто ерунда. Но я с вами. Легенды гласят, что императрица Пимико умела вызывать бури. А в мифах обычно есть доли истины. Что если Яматай находился прямо в треугольнике? Вот, смотрите. Спутниковые фотографии треугольника дракона. Море дьявола. Расположенное в северной части Филиппинского моря. Значит, пройдем. Неужели вы это серьезно? Рейс права. У нас нет денег на безделье. Сейчас или никогда. Лара предлагает свежую идею и план. Я здесь капитан, и мне решать. Мы идем в треугольник дракона. Что я тут делаю? Вот я тоже задаюсь этим вопросом. Птенчик, да? Птенчик. Че такое, попить хочешь? Много чего хочу. Нужно найти какую-то еду. Давай искать еду. Только не заблудитесь. Грибы, ягоды, да? Не споткнитесь. О, пачки. Птенчик побежал, догоняй. Все, я уже бегу. Догоняй это говно. Так, ты можешь быстрее бегать? Не торопите меня. Эй, засранься, ты кому язык показываешь? Лук не пригодится. Лук? Я тоже хочу лук. Не поймала, не поймала, не поймала. Эй, аккуратней. Ты жив? Все нормально. Да, а прямо не скажешь. Тогда это все меняет. Замык язык, он там показывает. Фу, как некультурно. Посмотрим, в каком он состоянии. Давайте без подробностей. Просто вспомни уроки рота. Ты можешь владеть самыми передовыми технологиями в мире, но это ничего не значит, если ты не умеешь сосредоточить. Гореть ему в аду. Это ключ к успеху. Я хочу есть. Куда это ты там смотришь? Я должна найти еду. Сейчас найдем жареную картошечку. Нифига тут какое управление неудобное. Как я буду стрелять, твою мать? Как я буду тебя защищать? Куда вы вниз по течению? Ховчик, привет! Хедшот. Прости. Стоп, он еще живой? Прости меня, пожалуйста. Это я криворукий. Как он дышит? Уже нет. Или да? Давай поможем ему. Я не хочу, чтобы это бедное животное мучилось. Он всегда был особенным. Лиса, закрой глаза. Нет, я уже ничего не боюсь. Ей жалко оленяшку? Жалко у пчелки. Она это делает первый раз. Тогда понятно. Минутная слабость. Не грусти. Все пройдет. И это тоже. Это наш лес, и это наш охотничий год. И ты был создан для того, чтобы быть убитым на нем. Все, пора в лагерь. Аминь, ёптую налево. Лара, при тебе не всегда будет крутой гаджет, который подскажет тебе, где ты находишься. Научись читать землю и звезды, и ты всегда найдешь дорогу домой. Звезды? Звезды? Ты серьезно? Черт, кажется, мы заблудились, да? Так. Звезды, да? Окей, жопа. Проложи-ка ближайший маршрут до нашего лагеря. Мне нравится Яндекс.Навигатор. Он такой уверенный в себе. Через 10 метров направо, через 20 метров налево. Люблю определенность. Работает. Алиска, держи вовоздушный поцелуй. Ответила на поцелуй. Работает, работает, побежали. Я Конрад Рот, капитан Эндьюран. Наш корабль разбился у острова в треугольнике дракона. Рот? Лара? Ты жив? Спокойно, спокойно. Как ты? Что с тобой случилось? Я помню берег, потом темнота, и я очнулась в пещере. Там был какой-то сумасшедший Рот. И мертвец. Боже. Где ты сейчас, Лара? В безопасности? Мне было так страшно. Это я во всем виновата. Только я... Лара, слушай меня. Я успел послать сигнал бедствия с Эндьюранс, прежде чем покинул корабль. Надеюсь, кто-нибудь его принял. Мне удалось связаться с остальными. Все сходимся ко мне. Пожалуйста, забери меня. Я должен оставаться здесь. Ты справишься, Лара. Помнишь подъем на Сноудон? В охренели. Ты тогда сказала. Вы опять нас бросаете. Главное, помнить, что нужно идти дальше. Найди путь на гору через развалины. И не выключай рацию. Хорошо. Посмотрим. Эй! Есть там кто? Блядь! Ты охренел орать, мартышка. Может, это сквозняк? Ага. И музыку тоже, да, сквозняк поставил? Что там происходит? Вы серьезно? Нам надо в эту дырку. Наверное, это и есть прохода. Мне уже страшно. Черт. Ёб твою налево, блядь. Подсказка, иди в жопу. Продолжает целовать. Мы с тебе разберемся. С чего же начать? Ладно. Я Лара Крофт. Археолог с научного судна Endurance. Разбившегося у берегов этого острова в треугольнике дракона к востоку от Японии. Это очень странное место. Я видела обломки кораблей, которым уже сотни лет. Мы здесь не первые, и, уверенно, не единственные люди. Совершенно очевидно, что на острове происходит что-то неладное. Если мне не удастся выбраться отсюда, может быть, кто-нибудь найдет это. О, боже. Это безумие. Такова реальность. Это хер не поджечь можно? Да. О, нет. Тут ванища, наверное, стоит, да? Это действительно ужасно. Становится не по себе. Сука, заткнись нахрен. Лучше дабсточек послушать. И? Вот из моего последнего альбома. И единственного. Не упади, братан. Фяска. Торт беспарадного наряда. Рисунки про Китай. Раскраска. Хендропротектор авокадо. Кто пьел такого снегопада? Купить сурка в Москве живого. Футболка антихайп-бригада. Тюмень, Казань, автодорога. Сигнал воздушная тревога. Экологическая лепка. Защита окна от поджога. Инсценировка сказки Репка. Уход за курицей на сетке. Купить гамак с москитной сеткой. Снались на плесенька, да? Давай, жопа, ползи. Э, придурки. Да. У нас костер. Ищите дым. Уже идем. Лара, ты жива? Сэмми, слава богу. Сюрприз. Все нормально, он один из нас. Прошу прощения, не сэрбоках. Здесь кто угодно испугается. Мы говорили с вашими людьми. Они уже идут сюда. Вот. Он перевязал мне ногу. А, ну хоть чем-то помог. О, где мои манеры? Простите, я Матиас. Когда-то был учителем. Пошел в жопу. Она ему не доверяет, это про... Хотя... Нет, надо... Надо располагать себя. Зачем? Может быть, он какой информацией владеет. Да. А зачем? Ему это надо. Мне об императрице солнца. Да, а Пимико? Расскажи еще. Мне интересно. Пимико? Ну, хотите верьте, хотите нет, но пару тысяч лет назад императрица Пимико была владычицей Японии. Она любит об этом рассказывать. Пимико была красивой, загадочной, но властной и безжалостной. По легенде, она владела сверхъестественными силами. А здесь обычно я перестаю слушать. В мифах всегда есть доля истины. Она командовала армией воинов-самураев штормовыми стражами. В битве они оседлывали сам ветер и сокрушали всех врагов. Говорят, что солнце сходило по кармам. Скорпион, Саб-Зиро, да? И она правила всем, чего касались его лучи от города. Мне кажется, это... Сэмми! 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 Рыния что-то какая. Посмотрите на портреты всех великих философов и попробуйте после этого отрицать, что мышление старит. Опа-аньки. И сколько у нас там стрелок? Опа! Сэмми! Хорошо! Это последний век. Где это говно? Ёпта! Надьте, на хуй прямо в сердце. Фига он дерзкий. как пуля резкий только по одному следующий отличный выстрел давай бегом к нам у хомяк заработать вот это было не надо так делать все сбегутся сука теперь все знают где мы находимся с вами она с тобой была она была здесь с этим матиасом но я отключил а проснулась их уже нет девушкам нельзя гулять не приснилось почему это нельзя остальные разойдутся и поищу цене я с ней нет я хочу фильм ужасу не смотришь не бойтесь все хорошо будет тогда это умел думаю вспомнил идите крот мы найдем сами этого матиаса вот и хорошо пойдем помог бы джентльмен молодец ну вот посиди здесь я на разведку а ну это хорошее дело неплохо хвалите меня почаще мне приятно ого а вот и боинг мы нашли боинг элис знаешь что надо сделать сейчас отправлю это будет пандусом ха я на это посмотрю что-то нифига да думаю можно поднять ваши старания не прошли даром чуть не уверен ну ка элис давай за штурвал уже вылетаем и как ёпта блять ты нам самолет сломала я по-другому и не умеешь что теперь-то твою мать а делайте то что нравится не делайте того что не хочется ящик золотом несите все что есть да вау чё там чё там покажи я жопа ты чё-то спи из коммунизила да точно не я вон ту херню бери вон а что это такое не расскажете хочу такое руки жопа запомним наши позиции чтобы потом можем было вернуться и забрать все это обязательно это великолепно я видела такие да похоже ритуально это женская фигура особенно интересно а тебе не интересно где нашлялась или тебе все равно да тебе всегда все равно несомненно островитяне судя по всему они тоже потерпели крушение и выжили замечательно да надеюсь мы не станем убийцами как они попробуй справиться с другим здесь нет рукоятки вместе черт нет так не выйдет нужно найти что-то покрепче может тут что-нибудь найдется невероятно посмотрим что тут можно сделать изображение солнца что это может быть солнце поклонники с вами бесполезно спорить солнцееды это по любому они не пробовала надо будет не надо вызывать злых духов только сюда я бы не назвала это интересным что вы думаете о символах пиктограммы солнца сразу трудно сказать что они значат ищу ответ нет какого-то культа или же просто примитивная настенная живопись я еще немного на них посмотрю тебе надо починить кирку иначе мы не откроем врата ворота куда в ад нам туда что ли причем срочно ну давай рожай быстрее мужик так дайте-ка подумать шутка 5 баллов так жила была одна маленькая девочка и была на девственницы а девсвенца потом принесли в жертву богини солнца Отлично. Но немного одиноко. Кажется, это так. А это что такое? Я не помню название. Это солнце, это луна, а это земля. Мне это ничего не дало. Это, похоже, земное затмение луны. Я этого не помню. Значит, не было. Что-то оставил свои отпечатки. Типа орудий. Нам надо что-то найти. Во! То, что надо. Давай забь... Э, отдай, это моё теперь. Я понял. Мне кажется, или мы одни трудимся? Доктор, ты вообще крутишь, а? Что за доктор? 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 Продолжение следует...